Всем привет! Сегодня я покажу, что делать, если вы записывали где-то ролик, где играла музыка и теперь вам пришло предупреждение и жалоба на нарушение ютубских прав от ютуба. То есть, вы видите вот здесь в творческой студии в видео следующую надпись и можно нажать подробнее. Здесь вы можете посмотреть, как это влияет на ваш канал и вот здесь можно выбрать действие. Вырезать фрагмент, то есть вы вырежете и видео и музыку. Заменить трек, то есть заменить музыку на какую-нибудь композицию из фонотеки ютуба или же удалить трек. Если же вы владеете правами на эту музыку, то можно испорить заявку. В этом ролике я хочу показать непосредственно новый инструмент у ютуба, а именно удаление одной музыки без удаления голоса. Выбираем для этого удалить трек и на следующей странице у нас есть два варианта. Удалить трек и другие звуки, то есть фрагмент видео, в котором звучит композиция, будет воспроизводиться без звука, то есть будет полная тишина. Это наиболее быстрое решение. Вероятность того, что заявка будет отозвана выше, чем при втором способе. И второй способ удалить только трек, это тестируется пока эта функция. Возможно, у вас ее не будет, потому что тестирование, то есть бета, это значит, что не всем авторам на ютубе данная функция предоставляется сразу. Ютуб сначала дает лишь некоторым авторам ей попользоваться, получает обратную связь от них и затем уже или дает эту функцию абсолютно всем или же наоборот дорабатывает ее, как-то изменяет, улучшает. Итак, что же дает нам эта функция удалить только трек? Из аудиорядов фрагментов будут исключены только звуки, связанные с композицией. Обычно это занимает больше времени и не так надежно, как полное удаление трека. Мы как раз попробуем, как это работает и используем эту бета функцию от ютуба. Выбрали и нажали далее. Предупреждаю, что удаляться трек будет некоторое время и когда его удалят, будет пересмотрен сам ролик и если все удалилось удачно, то тогда вернется на него монетизация и все права доступа. То, что может получиться так, что из-за какой-то композиции у вас не только невозможна монетизация, как в нашем случае, но и даже нельзя будет в принципе этот ролик показывать на канале. То есть параметры доступа будут, например, ограничены или закрыты. Итак, нажимаем удалить. И вот здесь у нас видно, что пошла обработка видео. Подождем, когда трек удалится. А о том, что в итоге получилось, снялась ли заявка на нарушение авторских прав, я напишу уже в комментариях, под этим роликом, когда данный результат станет неизвестен. Пишите в комментариях, есть ли у вас такая функция, есть ли у вас вообще возможность посмотреть, если у вас такая функция. Возможно, вы просто не нарушаете ничьи авторские права и это отлично. Если же вам приходила вот такая жалоба на нарушение авторских прав, то пробуйте именно использовать этот способ и делитесь своими результатами в комментариях. У меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.